В Беларуси продлена скидка в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Дисконт предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. Госпрограмма лояльности за все время существования показала отличные результаты, а это значит велика вероятность закрепления ее на постоянной основе в торговых сетях. В преддверии Дня города в Бобруйске торжественно открыли памятный знак спецгруппе НКГБ «Березина». Воплощением в жизнь людского мужества, отваги, любви к родине занялся известный в стране скульптор Александр Шапо. В суровые годы Великой Отечественной войны сотрудники органов НКВД и НКГБ показали образцы отваги, высокого профессионализма, беззаветной любви к Отечеству и первыми вступили на защиту безопасности Родины. В связи с проведением Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» организуется выполнение дополнительных рейсов автобусов. К открытию торжества в кругу друзей в 18.00 и после его окончания подвоз пассажиров будет осуществляться по маршрутам номер 5, 6, 9, 13, 25, троллейбусы номер 1 и 2, отправление по мере наполнения транспорта. В городе открыли многофункциональные площадки по проекту «Спорт для всех». Одна расположилась на улице Крылова между домами 3 и 5, вторая – на улице 50-летия в ЛКСМ-21. Локации включают детский спортивный игровой комплекс, баскетбольную площадку, зону для людей с ограниченными возможностями и зону воркаут, а также поле для мини-футбола. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 июля включительно по адресу улица Ленина 1, кабинета 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.